Прямым попаданием Там горит кто-то в ней Машина загорела Она еще походу в движении была Там пацаны горят Она там взрывается Там еще крыша дома горит Не видно Вам бы я хотел сказать спасибо За то как вы действительно сделали Вот эту линию фортификационных сооружений Если брак обосновался В захваченных селах, деревнях, населенных пунктах То для того чтобы его оттуда выбить Надо уничтожать все что там находится То есть уничтожать свои села Свои деревни, свои леса Я слышал там разговоры Некоторые умники в интернете рассказывают О том что что-то было сделано не так Просто пизда вот сейчас за нами ехали пацаны Вон лежат раненые есть Ебать Ебать могли нас ебать Я видел насколько четко были сделаны Эти все сооружения Ебать там горит кто-то в ней Как бы кто что ни говорил Я всегда к вещам отношусь так Собаки лают, караван идет Собаки лают, караван идет Новые взрывы в Белгороде Мощнейшие удары в городе Паника А в Курской области бойцы 129-й бригады Составили противника бежать Одной из групп, попытавшейся скрыться Разобрали операторов пиводронов бригады Ну а глава спецназа Ахмата Аптилаудинов Тем временем поблагодарил экс-губернатора Экс-губернатора Курской области За оборонительные укрепления Которые в ИСУ прошли за сутки Друзья, я Дарья счастлива Посмотрим все взрывы в Белгородской и Курской областях Поставьте лайк этому видео Подпишитесь на мой канал Мы дверемся к полумиллиону И конечно же без вас это невозможно После лайка и комментарии, подписки Тоже напишите второй комментарий Географию просмотров, откуда вы нас смотрите И несколько теплых слов в поддержку Украины Белгород был жестко обстрелян сегодня утром Об этом сообщают белгородские паблики Жители размещают сообщения На которых видны горящие автомобили И дым, поднимающийся в разных частях города Губернатор Гладков сообщил Что поступила информация О представлении в жилые помещения О разных взрывах Он выехал на место для оценки ущерба Давайте посмотрим Как это было Белгород взрывы Там еще крыша дома горит Да, блядь, она еще походу в движении была Машина Да, друзья, в Белгород еще никогда не было так безопасно Как после начала так называемого СВО Смотрит Да она там взрывается Прямым попаданием Да, блядь, она еще походу в движении была Машина Прямым попаданием Это она там взрывается Севидением, друзья, пока мы смотрим эти кадры Глава спецназа Ахмат Поблагодарил экс-губернатора Курской области За оборонительные укрепления Которые в ИСУ прошли за сутки По сути, сегодня в ИСУ контролируют И держат в мешке Более 8 тысяч расистов И, по сути, если они уйдут или будут убиты В ИСУ будут контролировать Несколько тысяч квадратных километров Дополнительно в Курской области И вот за это все Аптилл Удинов, глава спецназа Ахмат Поблагодарил экс-губернатора Курской области Давайте посмотрим, как он благодарит Особенно мне нравится фраза Оборонительные сооружения сами себя не защитят В общем, сам он путается в показаниях Вообще его филологический ряд Его интеллектуальные способности, конечно Стоит обсудить в этом блоге В комментариях Напишите, что вы думаете Об умственных способностях Аптилла Удиновой Конечно же, о его способностях Избегать вооруженных сил Украины Потому что он постоянно с ним Мы просто разминулись с ВСУ Смотрим А вот вам бы я хотел сказать Знаете, спасибо за то Как вы действительно сделали Вот эту линию фортификационных сооружений Я слышал там разговоры Некоторые умники в интернете Рассказывают о том Что что-то было сделано не так Фортификационные сооружения Видишь ли Ну они сами эти фортификационные сооружения Они не выходят и не воюют против никого Люди не хотят вот это услышать Господи, он что вообще понял Что он сам сказал Вот вы конечно переведите мне Сложно понять его лексику Понять Поэтому я видел Насколько четко были сделаны Эти все сооружения То есть под землей У людей было все То есть даже украинцы Которые вот Зашли на нашу территорию Там некоторые из этих Опорных пунктов Которые взяли Когда вот в интернете Смотришь эти видеоролики Они настолько были шокированы Что там было все Просто вот живи под землей И как говорится У тебя там есть все То есть это было очень четко сделано Я поэтому хочу сказать вам спасибо За то, что вы действительно сделали Как бы кто что ни говорил Я всегда к вещам отношусь так Собаки лают, караван идет Да, вот только он из которых собак Которые лайк постоянно называют То петухами То еще и кем То постоянно борется С ветряными мельницами Но с врагом Он же бороться не умеет Это же Аптелл Удин И конечно мастер Как говорится Разговорного жанра Стендап-комик Друзья В этот момент Рашисты обсуждают о том Что необходимо Бомбить собственное население В Курской, Брянской И Белгородских областях То есть Кто-то говорит Что оборонительные сооружения Были прекрасные Поэтому вы Суды-таки их преодолели И поэтому Нужно бить по своим Парашистам Нужно бить по местному населению Ну как говорится Ну придется Придется Вот я тут знаете Уже такие нотки Грулева слышу Грулев номер два Смотрим Месяц прошел с момента вторжения По сути Ну да На территорию Курской области И Сегодня В официальных сводках Речь идет о том Что мы отражаем атаки Но пока еще нет Сводок о том Что мы наступаем И освобождаем Те или иные территории Или почти нет То есть явно Здесь есть свои проблемы Они объективно существуют Потому что На самом деле Если враг Обосновался В захваченных селах Деревнях Населенных пунктах В лесной полосе То для того Чтобы его оттуда выбить Надо уничтожать Все что там находится Так же как это происходит На передовой линии фронта Ну да То есть Уничтожать свои села Свои деревни Свои леса Откровенное признание Конечно Рашистской аудитории Стол бы это послушать Но она конечно же Не реагирует Знаете как К скоту относятся На убой Одних убивают На территории Украины Отправляя на смерть Рашисты А вторых убивают На территории Самой России Тоже Ковровыми бомбардировками Все это происходит Но знаете Как говорится Интерес российских Проконодистов Которые получают Миллиарды рублей Как Соловьев Например Они не интересуются Вообще местным населением Курской области Помните как он мальчикам Труськах говорил Что они должны идти на убой Им надо умирать И так далее И вообще чем больше Тем лучше Его же сыновья в Лондоне Развлекаются Великобритании А его виллу на озере Кома Как говорится Ждет Ждет Пока Соловьев Туда вернется Так вот Что заботит Соловьева Мой интерес простой Италия Соловьев бредит Возвращением на дачу На озере Кома А вы своих парней Отправляйте на убой Не моих мальчиков А мою виллу На Кома не трожьте Имущество рупора Кремля В Италии Было заморожено Еще в начале вторжения Законным путем Возвращения Любимой виллы Соловьеву не светит Конечно же Поэтому тот Фантазирует Как говорится Эротически Что ему поможет Вторая армия В мире Ну с конца Конечно же Даже не до эксперта В его студии Пытаясь усмеять аппетиты Соловьева И пропагандистов Подметили Что блядь ли Такое возможно Ведь нас не очень много Давайте посмотрим В территории Украины Будут сохраняться Российские войска То есть российские базы Вот тогда мы можем Обеспечить себе безопасность И нейтральный статус Украины Будет поддержан Иными словами И дальше Ну я не понимаю Тут вот вашей Скромности Я вообще считаю Что идеальный Барьер Это Атлантика Да Естественный Естественный барьер Вышли на Атлантику И все хорошо А Прекрасное место Для наших войск Берлин Лиссабон Мадрид А как красиво Наши выглядели В Париже Я твои интересы Понимаю Влажные мечты Соловьева Не, вот что Интерес простой Италия Я это понимаю Ну уж на всякий случай Но все-таки Так сказать Нас не очень много Чтобы вот это все Вот как бы Этих вот Братья белорусов Держать Ну белорусов тоже Не хватит Мы обратимся Китайской народной республике Около одного взвода Но что-то пошло не так Пока Соловьев думает Своими влажными мечтами В Италии Курская область Уходит под контроль ВСУ Давайте посмотрим Сука На, блядь Да, друзья На эти кадры Можно смотреть вечно А еще вот На следующие кадры Как мы уничтожаем Рашистов Везде Я попыталась Убрать Обсенную лексику Вы знаете Что рашисты На ней говорят Смотрим И слава Вооруженным силам Украины Пашите Поможем Может раненые Какие-то Оглина Сгибай За нами ехали Пацаны Вон лежат Раненые Есть Там горит Кто-то в ней Там пацаны горят Все рашисты будут гореть Все рашисты будут умирать Слава вооруженным силам Украины Кто с мячом к нам придет От мяча погибнет Не нужно было Нападать на Суверенное государство Украины Еще раз благодарю Вооруженные силы За то, что они защищают Нашу землю Все рашисты должны быть Уничтожены И мы должны Победить В войне Тем временем Друзья Сами россияне Плюют на Россиян На территории Курской, Брянской И Благородской областей Им на них Просто-попросто Наплевают Жители центральной России Значит, элитных Городов Просто плюют На своих Сотечнических Им абсолютно Плевают на это И вот посмотрите Насколько безразличны Рашисты Не только к другим нациям Да, они Мы понимаем Что нацизм Это второй Синоним рашизма И россиян Но они Плюют еще И на своих Соотечественников Смотрим И реагируем Зарабатываешь деньги Ты их тратишь Ты отдыхаешь Твоя жизнь Нормальная Почему Ну, объективно Почему ты должен Переживать за людей Которые не смогли Свою жизнь Так наладить Да, как ты Тебе же тоже Это все не с потолка Упало Ты же тоже Какие-то усилия Приложил Ты сейчас От чего-то Отказываешься Поэтому Ну, утилитарный Подход Да, его Ну, можно его осуждать Но это будет выглядеть Неразумно Это будут разговоры В пользу бедных Это называется Я совсем не думаю Что ситуация страшная Еды хватает Всего хватает Вещей хватает Все здорово Ну, вот У нас Сейчас в Курской области Огромные проблемы Украина Зашла на нашу территорию Плевать им На то Что москвичам Санкт-Петербургам Что у Курской области Проблема Плевать им Вы ничего этого не видите Вот это повод волноваться Или Нет Ну, это повод волноваться За жителей Курской области Но я думаю Что в конечном итоге Все хорошо будет И будет хорошо И просто разбомбят Да, вот мы с вами Так встык дали В эти картинки И все будет хорошо Просто мы их Разбомбим Говорят расшисты На пропагандистских телеграмм Каналах И публичных Федеральных каналов Все-таки военные действия Идут на нашей территории Почему всем Как будто все равно Всех спокойно Также продолжают жить Ну, мне кажется Что это просто Человеческая натура такая То есть пока нас не коснется Мы будем думать Что все нормально Вот это, друзья Прекрасный момент Дай бог Чтобы их всех Коснулась война Потому что война Не закончится До тех пор Пока их не коснется Пока всех Россиян не коснется Потому что они живут Себе в Москве В Санкт-Петербурге И войны не знает Не видит И поэтому им плевать А вот ракеты Бомбардировки Дроны Заставят их понять Что они Пришли со злом В другое государство Обратите внимание Война должна прийти К ним Бумерангам Чтобы они поняли На самом деле Конечно Ну так Как минимум Неприятно У вас получается Такой же взгляд То есть Пока не коснется Лично вас То не стоит Беспокоиться Из-за этого Ну по сути да По сути да Лахнуть По ним Ядерной бомбой И все это ради того Чтобы 3 миллиарда Пользователей Ютуб Посмотрели Что Россией Правят Идиоты Может быть лучше На Красной площади Такие макеты Построить А давайте А давайте построим На новоземельском Полигоне Ядерном Копию Лондона Ну хотя бы Центр Сити Пусть будет Просто Сити И бахнем И еще Вашингтон Вот этот центр Здесь стоит колонна Белый дом Вот эта центральная часть И проведем Учение С применением Возможным Применением У нас подготовленный Полигон Пусть хотя бы Одна Разделяющая Боеголовка Нашей булавы Пролетит Из Атлантики В сторону Новой Земли И паразит Вот здесь 150 килотонн Тротилок Паразит Вашингтон И Лондон И потом На ютубе Пусть 3 миллиарда Пользователей Ютуба Посмотрят Как выглядит Уничтожение Столицы Британии И США Одной всего лишь Разделяющим Боевым блоком Из 10 Боевых блоков Который входит В состав Каждой булавы А сколько Эти булав На каждом Ракетоносце А сколько У нас Ракетоносцев Класса Борей И пусть считают Пусть считают Сколько Блоков Хватит На каждый Мегаполис Коллективного Запада И вы знаете Мне кажется С этого Надо начать Потому что Эти люди Прежде всего Британцы Они действительно Сидят В большой лужине А если Не успеем Построить То Я думаю 2-3 недели Тысяча Мегантов 2-3 дня 2-3 дня Крантов Которые сейчас Не хотят Покинуть нашу страну Возведут Из фанеры Центр-сити Будет И Букингемский дворец И Биг Бен Все это полетит Синим пламенем И так красиво полетит Что мир ужаснет Это мне так кажется Да Россия существует Только для того Чтобы мир Ужаснулся Друзья Рашизм Это неизлечимо Его нужно только Истреблять Это больная страна Страна Убийц Воров Нелюдей И конечно же Ядерная бомба Должна полететь В Кремль Мне кажется Что это единственная Точка И без всяких Макетов Слава обожженному Украине Друзья Будьте на светлой стороне Спасибо что вы со мной Поставьте лайк этому видео Подпишитесь на мой YouTube канал И будьте с нами Каждый день В 11 утра И в 8 вечера Я его даю блоги Оставайтесь с YouTube каналом Даша Счастливая